Третьи сутки тагильские хирурги не отходят от койки тяжело травмированного 48-летнего пролетария Уралвагонзавода по имени Вадим. И пока особо утешительных прогнозов родственников пострадавшего не дают. В понедельник днём монтажник 816-го цеха УВЗ на скорой был доставлен в травматологическое отделение Демидовской больницы. После операции пациент в реанимационной палате подключён к аппарату ИВЛ. По словам Татьяны, супруги пострадавшего рабочего, у мужа перелом основания черепа, он даже нас не узнаёт, просто лежит и стонет от боли. Весь жёлтый, зелёные синяки под глазами, на голове швы после операции. И сознание путается, сообщила журналистам расстроенная женщина, которая пока не плачет, чтобы надежду не спугнуть. Она очень надеется на то, что прокуратура во всём разберётся. Родственники тяжело травмированного рабочего жена и дочь хотят добиться правды. Они не верят в версию его коллег о том, что мужчина якобы случайно оступился и ударился головой о бетонную стену. Кто-то на заводе говорит о том, что монтажник упал с большой высоты. Кто-то наоборот утверждает, что на него на площадке сверху упала тяжёлая балка. Один из рабочих УБЗ сообщил паблику инцидент в Нижней Тагиле о том, что после ЧП начальство не спешило вызывать врачей скорой помощи. И пока работника с разбитой головой вниз спускали, прошло не меньше двух часов. По словам того самого очевидца, начальник цеха предлагал побрызгать водой из лужи в лицо травмированного пролетария и даже по щекам похлопать его, чтобы бедолага в себя пришёл. То же самое вечером после трагедии он по телефону сообщил и дочери пострадавшего Ольги, случайный свидетель ЧП, категорически опроверг версию о рухнувшей Балкина Вадима и о том, что он якобы упал с высоты. На следующий день жена Вадима по телефону пожаловалась Стасу, приятелю мужа и работнику УВЗ на то, что с её супругом всё плохо и она вообще не понимает, как он мог получить такую травму на производстве. Впрочем, слушайте сами фрагмент их телефонной беседы. Ну, динамика очень плохая, что сказали, неизвестно, что будет. Но сейчас вот, короче, врач сказал, что или он упал на голову, или на него упала большая плита. Я всё тебя понимаю, но там будет экспертиза, там будет всё. Прокуратура заинтересовалась этим делом, будут разбивать. Сразу говорю, что... Да, конечно, это обязательно. Ты понимаешь, перелом свода черепа. Это наверх, на голову, что-то огромное. Там сломать голову, череп, невозможно просто так, ты понимаешь? Вот даже вот, я тебе сейчас возьму кружкой, да, вот железной, хорошей. Не железной, это какой-нибудь, я не знаю. Да, я понимаю твое состояние. Я там, ну, я видел это падение, как он туда приземлился. Так он, может, с крыши упал куда-то вниз? Да никуда не вниз, вот на площадке на это всё было. От руководства УВЗ и прокуратуры никаких официальных заявлений по поводу ЧП с тяжёлыми последствиями на УВЗ пока не поступало.